Итак, Семкам ТВ продолжает серию лайфхаков для массажистов. Многие спрашивают, а что ты тут такой белый носишь на голове? Одни говорят, голова что заболела, что ты там перевязываешь? Нет, товарищи, друзья, это необходимый атрибут для массажистов, потому что вам будет минус записан в копилочку вашей кармы от пациента, если с вас капает пот на пациента. Это просто неприятно, не гигиенично. Поэтому либо бандана, либо какая-то шапочка, либо я вот спортивные повязки такие вот ношу. На худой конец, если ничего такого нет, то вам придется использовать какое-нибудь полотенчико, которое должно висеть на шее, чтобы вы иногда во время работы промахивали себя. То есть это необходимые атрибуты нашей работы массажисты. Соответственно, на клиенты не должно ничего лишнего падать, капать там. Если вы масло, как я вам уже говорил в прошлом видео, льете прямо на клиента, можете перелить, оно потекло под мышки, там что-то щекотно, но неприятно. Этого надо избегать, поэтому масло сначала столько, сколько нужно, капаем на руки, растираем там, где нужно, если надо локти, на локтях растираем. И только после этого касаемся нашего пациента. Если у вас капает пот, это плохо, я уже сказал, да, слюни капают. А, блин, да, 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 вот вам смешно. Были такие случаи. У меня один мой ученик лечил зубы, и мы сделали заморозку. У меня просто одна губа с заморозкой, ему много нужно работать надо. Он пришел, привонес, слюни, закапали прямо в ухо пациенту. И грех, и смех. Нам смешно, а им-то было не до что так, на самом деле, в этот момент. Дыхание. Если вы дышите, да, особенно, когда при близкой работе вот так вот, да, никогда не выдыхайте в него, особенно некоторые в ухо там дышат, да, это неприемлемо. Особенно, если вы, у вас есть перегар, может быть, вчерашний, да, или там что-то выпили, или покурили, да, ничего на клиента не должно никого дыхания, или просто у вас холодное дыхание, да, может, вы с мороза пришли. Поэтому всегда дышите в сторону, как пловец. Выдыхайте в сторону. Один был, тоже у меня такой ученик, он рассказывал, а я, знаешь, как с женщинами работаю, я им в ухо так дышу. Ну, это возможно, но это другой вид массажа, это к эротическому относиться к техникам, когда выдыхание там закрывается, согревается у пациента. Это совершенно другие техники, да. Нас они в данный момент не касаются. Просто запомните, лайфхак такой, что ничего не должно на пациента ни сыпаться, ни падать, ни капать, ни сбоку ничего падать не должно, ни бутылки там, иногда вот бутылки не аккуратно ставят с водой, да, она падает, грохывается просто. Предусматривайте все вот заранее, вы как специалист, должны это все заранее предусмотреть и все расположить так, чтобы в процессе всей будущей работы вам было комфортно и пациенту комфортно. И тогда можете сказать, кто молодец? Я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, кто молодец?